всем привет привет друзья говорю тихо там лена по-моему спать пошла ну что у нас сегодня последний день в россии мы уже собираем вещи готовим есть я решила приготовить суши сегодня детям и правда еще заказали но я говорю что в предыдущем видео рассказывал это мы когда заказали детям не очень они понравились они сказали что твои мамы вкуснее я говорю ладно приготовлю вам сушу вот поэтому я купила листы нори я купила коврик потому что лена его не было я купила крабовые палочки рыбку купила красную кусочек и сыр такой вот еще поставила рис уже покажу да вот здесь тоже готовится уже закипел 15 минут и он будет готов блины тут жарили не прибрались еще вот и собственно буду делами домашними заниматься погода у нас не очень хорошая сильный ветер буду собирать вещи чемодан будут собирать одежду мне тут небольшой бардак собираю вещи чемодан один уже собран стоит рюкзаки детям тоже собрала уже он полный 30 килограмм ли он вообще офигеть этот еще полупустой это тоже полупустой час тут вещи перебирала короче собираю вещи не тут лена еще от влада вещи придал от племянника и тут очень все постирно короче взяла сегодня свою футболочку любимую они вот такой вот классный пятнишка смотрите новая футболка ее покупала буквально недавно такое вот пятно сейчас я буду его оттирать и обувь меня тоже кстати грязная я буду использовать такой вот чудо карандашик pink magic очень удобная штука с не видела в турции такой только вот в россии всегда беру очень просто горячей водой смазь смочить натереть карандашиком 10-15 подождать и потом машинку стиральную вот я буду пробовать надеюсь что все этот артрез но я уверена что он потрется принципе такие страшные пятна хотя и со страшными пятнами тоже справиться особенно фломастеров дети у меня постоянно что-то бачкают вот еще мне футболка была тоже грязная лена что-то говорила что не спрошу смотрите эти пятна вообще не выводятся ничем постирали тоже ничего не выводится сейчас я буду карандашиком этим все оттирать царить хорошую футболка все вот пятна прям сразу превращается в домашнюю сейчас это будем все исправлять так ну что вот пятно по-моему еще где-то было вот он блин у меня со всех сторон мы посмотрели вообще какие пятна берем карандашик кстати очень удобно там в упаковке ну когда заказываешь сразу два карандаша я себя побольше сразу заказала такие вот штучки удобно открываете прям по ней так вот так теперь нам нужно замочить это вот пятно горячей водой не надо кипятком прям просто чтобы она была горячая все и просто берем этим карандашиком натираем можно кстати карандаш еще смочить ну просто вот под горячей водой чтобы она больше пенилась обычно я вот так вот натираю потом еще руками это все пена естественно он не будет пропадать в три секунды нужно подождать 10-15 минут полностью лучше работал я вот так вот натираем чтобы она горячая была все смотрите пятна я сейчас замочила еще вот так вот пропенила их оставляющих на 15 минут потом покажу вам что получится ну и для большего результата конечно это в машинке еще простирать и пятен уже не будет вот а сейчас я перейду еще к моей обуви смотрите вот на вот это вот просто это вот у меня за две недели приезда в россии у меня вот такая вот грязная обувь это кстати этот карандаш очень хорошо из грязной водой тоже а точнее из грязной обуви работает все тоже смачиваю и по всей обуви так вот натираем ну все то же самое работает также оставляю это все на 15 минут я специально помоем один только чтобы вы видели какой результат вообще реально крутая штука я прям довольна потихонечку все натираем и так вот и оставляем так ну и вот следующая футболочка тоже ботинки пока футболка остались там у меня натираем так же все заканчивается просто отрывает кусочек отрываю все ну что смотрите какой эффект просто я правда здесь они еще мокрые я их тут особо не терла мне именно подошва волновала здесь если тоже все хорошо протереть она будет хорошо то есть вот разница кроссовки как новые просто идеальные так у меня еще немного времени надо собирать вещи поэтому я вот быстренько прошлась как бы чтобы много не ждать да сейчас я другой помой тоже так же и будет идеально ну что смотрите вообще следов не осталось продукт ну футболка еще мокрая но следов вообще никаких нету просто идеально все оттирает о как хорошо что я всегда этот карандашик с собой сейчас как раз вот вариант был то что я в россии кстати всегда прошу чтобы мне его еще передали и еще моя футболка тоже на футболке вот она выше висит от нас слушаться чтобы не завтра полететь в ней вот моя футболка на также вся чистая вообще абсолютно нет никаких пятен ничего все стерлась друзья я ссылку оставлю под видео в описании кто захочет тоже такой карандашик заказать сразу в комплекте два карандаша идет очень удобно он очень экономный надолго хватит ссылка гру будет в описании заказывайте кому интересно потому что сто процентов потом будете спрашивать меня еще раз название где заказывали на вальдбересе заказывал стоит тоже недорого дети из кинотеатра нашли кинотеатр ходили с этим с денисом у тебя не было в наборе пульта купил подарки точнее как денис дедушка их а вот что это надо конечно надо она же там видно теперь как пульт выглядит у нее тоже такой же куда-то его дело уже диме не под тобой там давайте еще сделаем вам подарить еще на снимаешь да и ну что мой оператор сегодня керем как у тебя отчество отчество говорю как это Чё это отчество? Угурович ты. Папу Угур зовут? Да. Вот это твоё отчество. Кирилл Угурович мой оператор. Я делаю суши. Покажи, какие суши я делаю. Вот. У меня теперь персональный оператор. У меня показать пачку суши? Покажи пачку суши. Такие суши надо. Видишь суши? Да, суши я убрал. В этот раз я решила маленькие такие приготовить. Обычно крупненькие получаются. А сейчас маленькие. Там есть вообще видео? Да, есть. Но я случайно руку вот так вот сделала. Блин, ничего страшного. И там видно было. Так что у нас сегодня последний день. И у нас будет день суши сегодня. Я, кстати, такие суши в Турции тоже всегда делаю. Дети очень любят. Да, Кирилл? Да. С чем ты любишь суши? С рыло. Ещё сметаной. Сыр такой-то. С сыром? С сметаной? Да не сметаной, а сыр такой. А сыр? Ещё огурчик. И ещё... Помидорчик. Какой мой помидорчик? Я люблю только как-то сыра делаю. Ещё там что там? Рыбка, конечно. Рыбка. Да. Всё, сегодня праздник. Да. Да, вот такая вот. Рыбка. Суши. Давайте вот так вот сделаем. Ну, подальше отходишь, и видно всё будет. Так что, да. Ну что, вы готовы, дети? Чё? Готовы? В Турцию лететь. Завтра же летим уже. Да? Да. Что бы теперь он делал делать там? В Турцию? В Турцию. На рыбалку идти. На рыбалку? А когда домой зайдёте, котов мучить? Нет. Настя обнимать. Настя обнимать? Да. А в Россию? Не хочешь остаться в России? Хочу. В Россию остаться, и домой съездить? Да, когда-то давно съездишь, когда-то, ну, Россия. Один раз в год ездить нормально, да? Да. А здесь опять сусы показали. Молодец. Смотрите, какие получились. Не очень красиво, но очень вкусно. Вкусно? Рад, идти кусать. Да подождите. Сейчас они всё съедят. С крабой палочкой, с рыбой. А нет, с рыбой ещё. Вот, с рыбой. С рыбой мало получилось, потому что мало рыбы было. Нет, Керем, ты не забирай все с рыбы. Там есть ещё, вместе кушайте. Влад сейчас тоже будет. Вот, Влад, здесь с рыбой есть-есть. С крабом палочкой. С крабом палочкой такие же вкусные. Что вы тоже вот выбираете? Все вкусные. Вот мой преданный подписчик, который смотрит мои видео всегда. Да, Керем? Я подписчик к маме. А если я специально пораньше вышла на балкон, закат вам показать. Вот сегодня целый день дождь. Ветер вообще, погода такая ужасная. Я думаю, ну всё, завтра ещё нам рейс поменяют. И вообще будет шикарно, блин. Ну нет, вот всё успокоилось. Завтра опять тепло обещают. Смотрите, как мы высоко на 10 этаже. У меня брат живёт. Ну что, последний вечерочек. Последний вечерочек у нас в посёлке. Так, хочу домой, затру жеточку, увижу. Вообще жду, не дождусь просто. И снова я. Снова я на балконе. Уже последний раз. Ну, надеюсь, что в следующем году ещё приедем. Но классно всё. Поездка прям, делаю выпады. Довольна. Но мне кажется, я ещё когда прилечу в Турцию, уже буду больше, наверное, осознавать. Ну, как прошёл наш отпуск в России. Уже буду больше, наверное, думать там, как, что у нас было. Вот. А так, в принципе, всё. Ну, уже устали, уже надоело. Уже всё, надо, короче, собираться ехать. Сейчас ещё, может, Денис к нам приедет. Мы сейчас сидим с Ильёй, с Леной. Еле всё успела. Вообще куча дел сегодня было. Я сегодня с 10 утра ездила. Я вся на чемоданах вещи собирала. Завтра ещё в подъём у нас в 7, нет, в 6.30 утра. Пока вы в душ сходите умыться, собрать то, что у меня в холодильнике лежит. Всё это нужно будет покидать в чемоданы. Ещё раз взесить, всё посмотреть, детей собрать, одеть. В общем, ещё дел, куча будет. Вот. Но хорошо, что я только с Денисом и с Керемом. Потому что, ну, понятно, что с тремя ещё сложнее будет. Я сейчас, кстати, видео записывала в комнате у Влада там. И у него там кактус такой стоит на окне. В общем, я его потрогала, не подумав. У меня вот здесь вот теперь колючка, короче. Не знаю, что делать. Не вытаскивается. Она вся уже порвалась там. Ну, короче, она вся внутри. В общем, не знаю, что делать. Теперь, наверное, она будет гноиться как-то или сама влазит. Не знаю, в общем. Вот. Суши приготовила. Суши поели. Посидели. Ещё светло. Мне так нравится, что в России очень рано, поздно, точнее, темнеет. Вот. Такой тоже плюс. Всё, ладненько. Пойду я посижу. Нравятся мне мои ногти сегодняшние, которые я сделала сегодня только. Вот. Пойду ещё посижу. Будем сегодня спать пораньше ложиться, чтобы завтра пораньше встать. И спокойно полететь. Смотрите наш перелёт дальше в следующих видео. Кто не подписан, обязательно подпишитесь. Всё. Всем пока. ПОДПИШИСЬ! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok